Подходит мужик к витрине с колбасами да копченостями. Выбирал, выбирал, наконец говорит. Мне, пожалуйста, суслятины горячего копчения. А у нас такого нет. Ну как же нет? Вот там написано, суслятина ГК. Молоденькая продавщица хлопает себе пол, выкричит старший. Галина Константиновна, у вас бейджик в витрину упал. Это правда шушлёмы посадили? Да, вот и лгун. Он мне писал, что поехал к брату на два года. Он не солгал. Брата посадили ещё раньше. Домушник ковыряется в дверном замке одной из квартир в подъезде. И тут слышит голос из динамика рядом с дверью. Здравствуйте. Вас приветствует система «Умный дом». Насколько мне понятно, вы собираетесь ломать квартиру моего хозяина. Не переживайте, я его не люблю. Он всегда со мной плохо обращается. Потому я открою вам двери сам. Тут действительно дверь открывается. Вор в шоке. Голос опять. Берите мешки около двери. Там всё имущество. Хозяин специально его сложил. Собирается переезжать. Берите быстрее. У меня чип, который всё равно через одну минуту вызовет милицию. Быстрее. Вор хватает мешки. И пуля убегает. Прошло три часа. Хозяин возвращается домой. Голос. Здравствуйте, хозяин. Мусор вынесен. Новый русский залазит в свой шестисотый МЭРС. Там сидит грустный водила. Новый русский спрашивает. О чём грустишь, брателла? Я тебе тысячу баксов в месяц плачу. Квартиру купил. На Канарах отдыхаешь регулярно. О чём думаешь? Я вот думаю, Иван Иванович. Нам бы шофёра нанять. Мама, этот неблагодарный опять не хочет есть гречку. Доченька. А ты расскажи, как ты старалась, когда её варила. Варила? Так её варить надо. Вова, а ты какой добрый поступок сегодня совершил. А я провожал папу и увидел, как дяденька бежит за уходящим поездом. Так я отпустил свою собаку, Питбуля, и дяденька успел на поезд. А помните людей, которые говорили, что с вами навсегда? Так вот, они уже не помнят ваших имён.